Госты не заканчиваются, не смотря уже практически финал программы. У нас в гостях Елизавета Непомнящая и зоолог Валентина Черноморец. И как вы можете увидеть, у нас такое прекрасное гуанако. Здравствуйте, здравствуйте. С наступающим вас праздником. У меня сейчас было открытие какое-то. У нас пишут, вот будут тета-тета, и пишут и-и-и гуанако. А я читаю игуана-га. Оказывается, это гуанако. Я мало что знаю про это животное, визуально напоминает ламам. Вот несколько подробностей. Что это, кто это, с чем его едят, если едят, конечно. И не кусается ли, а то я здесь разошлась. Гуанако – это домашний витлам. Обитают они в Южной Америке, в Андах, в Плоскогорье. Это животное абсолютно травоядное. Безопасное, то есть, да? Да, да. Она очень... Это аналасится или это аналасится? Да, это аналасится. Вот эти аналаски издают, это ей хорошо? Она общается. Она общается, так. Вот. Они, в принципе, очень к человеку доброжелательно относятся. Практически не проявляют агрессии. Агрессия у них даже в стадии проявляется только плевком в лицо соперника. О, я надеюсь, что его не найдет. Я надеюсь, что она не будет вас принимать. Да. Скажите, а у вас гуанако в смысле девочка? Это девочка, да. Мишель. А вот самец тоже называется гуанако? Да. То есть... Хотелось бы поговорить про 8 марта в зоопарке. Я знаю, что вот на этих выходных, буквально, по крайней мере, вы нам рассказали, ставили здесь на публике, что очень много родилось различных животных. Кто родился? Ладно, бэби-бум. Да, бэби-бум. Кто родился? Рассказывайте. Ну, у нас родилась, получается, наконец-то, мы очень так ждали. У нас насуха разродилась, которую зовут дочь, а у нее осталось 4 маленьких детеныша. А также у дикобразов, у Патрика и Марины, это уже, по-моему, 5 или 6 детки. Какие плодовитые. Да, они очень плодовитая пара, и они своего малыша охраняют. Посмотреть его пока что тяжело, потому что они его окружают иголочками, защищают. Вот. И он уже подрос, может кушать яблочки, но и молочко кушает. И что интересно, у дикобразов, у них грудь находится под мышками для того, чтобы ребеночка своего не уколоть. А это была защита от иголок. Да, защита от иголок. Потом еще у нас, да, у Циветы родилось 2 котенка. Их как бы тоже пока не можем по кому посмотреть, потому что защищают, не трогаем. Ну, мы уж там тоже не лезьте, что же дело-то такое. Скажите, а вот вы говорите, у вас дикобразов, там уже 5 или 6 раз эта история, у вас там уже такая диаспора дикобразов? Или вы как-то раздаете? Да, и раздаем, конечно, и в другие зоопарки какие-то забирают. Плюс у нас, получается, они же не в одном вольере. А все-таки уже распределяются. Да, можно. Хотела спросить, 8 марта завтра, что можно будет, какая программа зоопарки? Какой праздничный день, очень много людей приедут. Программу мы решили сделать такую, больше поздравить не только женщин, но особенностей мам. Очень хотелось бы, я поэтому стыдно сейчас быть. Мамочка, я люблю тебя, очень давно хотела так сделать. Мне ни в чем все не отказываете, это же мама. Вот, поздравить маму можно будет. У нас там будет отличная вещь, как микрофон добра. То есть можно будет на весь парк поздравить свою маму, бабушку, сестру, там, любимую с 8 марта. Потом еще будет мамин помощник эстафета. Это все мамы, которые приходят с детьми, у них большая скидка на билет, счастливый билет. И они могут в этот момент как раз почувствовать себя девушками, а их детки будут заниматься разными бытовыми делами. Готовку, уборка, там, все остальное. А также, конечно же, у нас фотоквест будет. Там могут участвовать абсолютно все. Небольшие, но приятные призы обязательно будут. Все, все, буквально последний вопрос. Вот, может, вы заметили, вот этот день как-то накладывает отпечаток на поведение животных. Ну, может быть, самцы как-то особенно поджентельменски себя ведут в этот день. Потому что сейчас начинается сезон размножения. Все, я вас скажу. Мы очень любили видны. Поджентельменски. Спасибо вам большое, что пришли к нам, что рассказали. Хорошего вам праздника. И с праздником вас наступаем. Спасибо. Спасибо.